Музей изобразительных искусств Ивана Кирилловича Слюсарева. Выставка посвящена 130-летию со дня рождения художника. Ученику Леонардо Туржанского Ивану Кирилловичу была выстроена удивительно, последовательно, четко обозначенная линия жизни. Он родился в бедной крестьянской семье Яковлевых, рано начал рисовать, в пять лет был отдан на воспитание в помощь деду, затем усыновлен роднёй и получил новую фамилию и другое отчество – Иван Кириллович Слюсарев. Новые родители хотели видеть в нём будущего приказчика, а Ваня упорно сопротивлялся, рисовал с раннего детства, и остановить его было невозможно. Представление о том, что было потом, давала эта выставка, символически объединённая его собственной фразой «Во мне горела любовь к природе». Более двух с половиной тысяч работ создал он за полвека своих трудов. По выставке Ивана Кирилловича Слюсарева, на которой представлены работы из фондов Екатеринбургского музея изобразительных искусств, а также из собраний Екатеринбургской галереи современного искусства, галереи русской живописи «Олтарт» и частных коллекций, «Мы путешествуем вместе с искусствоведом Ираидой Витальевной Загородских». Родившись в бедной семье, он учился в разнообразных учебных заведениях. Сначала обучался в псаломнической школе, затем в школе при Визовском заводе, где преподавателем был Николай Михайлович Плюснин, выдающийся мастер академической живописи, человек, который за свою конкурсную медаль получил право на пенсионерскую поездку за границу. Но за границу он не поехал, а с Петербурга приехал в родной Екатеринбург, где прожил всю свою жизнь. Он был одним из первых учителей Ивана Кирилловича. Но будет обидно и несправедливо, и неверно с моей стороны, если я первым не упомяну в этой череде учителей Слюсарева имя Леонарда Викторовича Туржанского. Вот это был настоящий мэтр, который наставлял молодого художника и настолько сильно повлиял на него в первые годы творчества, что это сразу выразилось в работах Ивана Кирилловича. Мы видим на этой выставке почти все произведения, выполненные в жанре пейзажа. Это был любимый жанр Ивана Кирилловича, но работал он и в портрете. К 1904 году относится его автопортрет, выполненный еще неумелыми мазками, еще не ввергающийся в пространство, малообъемный, но достаточно выразительный, который говорит прежде всего о целеустремленности молодого живописца. К тому времени уже два года, как работала Екатеринбургская художественно-промышленная школа. Там юный Слюсарев подружился с будущим скульптором, Иваном Ивановым Шадром. Почувствовав уверенность в силах, Слюсарев стал каждый год участвовать в художественных выставках. Критики отмечали успехи начинающего художника. Он – талантливый ученик Леонарда Викторовича Туржанского, воспитанника великих мастеров русских живописцев, Серова, Коровина, продолжившего лучшие традиции пейзажного искусства. И как признают исследователи, заложившего основы уральской живописи. О связи же с Туржанским мы можем судить по работам, которые представлены на этой выставке. Это летний пейзаж околица, сельский вид и крестьянские домики. То есть все те вещи, которые не только колористические, не только духовно, но даже форматом похожи на произведения Туржанского. Они маленькие, вытянуты по горизонтали, и это придает особую широту пространства, которое охватывает взгляд художника. Еще одна характерная деталь для Ивана Кирилловича в это время – это следование колориту Туржанского – золотисто-коричневых, желтоватых, охристых тонов в сочетании с неяркой уральской зеленью. Вот эта некрасочная гамма, она заставляет думать о том, что окружает нас каждый день. Это та суровая уральская погода, которую предсказать совершенно невозможно. Уловить ее состояние тоже очень трудно, но Слюсареву это удавалось прекрасно. Это плотина. Удивительное чувство движения прежде всего. Вал хлещущей воды. Это сочетание желто-коричневых, белых брызг, которые сливаются в могучие струи, падающие с высоты. И это сочетание желто-коричневого, охристого, густо-коричневого, слегка зеленого дает очень интересную красочную гамму и, главное, живую красочную гамму, которая позволяет нам почувствовать стремление художника передать движение в своей работе, передать не статичную, застывшую природу, а природу в движении и развитии. Вот это во многом характеризует творчество Слюсарева как художника, который всегда видит движущийся пейзаж. Пейзаж, в котором деревья, цветы, трава, даже дома живут своей особой жизнью. Ну что здесь особенного? Небо и земля, облака и трава. Ничего не происходит, казалось бы. Но удивительно строит Слюсарев свою композицию в этой работе. Он делит по горизонтали полотно на две неравные части. Внизу полоска земли, покрытая травой, не яркой, не сияющей под солнцем, а пасмурно сдержанной. А вверху необъятное небо с удивительными облаками, с многочисленными красочными рефлексами, с оттенками, которые делают облака, опять же, живыми, живущими в том небесном пространстве, которое им уготовано. И земля, и небо в работах Слюсарева одинаково ему привлекательны и одинаково значимы для него. Человек и природа, их взаимоотношения, любование природой в разные годы, в разное время ее существования, и разное настроение художника, который пишет ту или иную вещь. Еще одну особенность творчества Слюсарева мне бы хотелось подчеркнуть. Это прежде всего приверженность одному объекту. Что я имею под этим в виду? Он и весной, и летом, и зимой, и осенью писал свой любимый дворик на Хохрякову 62. То с первым снегом, выпавшим ненадолго и скоро растаявшим, то весенний снежок, ползущий по двору и сливающийся в ручейки, то осеннюю золотую листву, украшающая деревья во дворе. Но дом остается прежним. Это родной дом художника, и он решает его, как всегда, с разных сторон, в разных поворотах, но он всегда остается родным и близким для него. И очень характерен вот этот пейзаж, который находится в нашей экспозиции. Это дворик на Хохряково ранней весной. Вдали ржаво-охристые строения дома, сарайчики, загрустившие в весеннем полумраке, в весенней пасмуре, и весенний талый снег, как я уже сказала, сливающийся в ручейки, текущий по двору. И вот это движение, непосредственное движение, масс в этом произведении в небольшой работе. Но, несмотря на это, художнику удается передать именно его, это движение, запечатлеть живость природы, ее изменчивость в разные не только время года, но и даже время суток. Всегда можно уловить настроение художника. То это яркая солнечная осень, яркая, прозрачная, светящаяся, то пасмурный денек, где над землей нависает огромное небо, то пейзаж, запечатлевший Южный Урал с горделивой вершиной Таганая, откуда даже весной дует холодный ветер. И вершина Таганая долго еще бывает покрыта снегом. И контраст между снежной вершиной Таганая и нежной зеленью, он вызывает особый трепет в душе. И мы понимаем, как удивительно тонко художник чувствует это проявление природы, передавая его на своем полотне. Это лесной пожар. Это зрелище, которое вносит ужас в умы смотрящих на него. Это гибель природы. Это мотив, который всегда звучал в творчестве упоминавшегося уже мною Алексея Кузьмича Денисова-Уральского. И даже был такой случай, когда на одной из маленьких выставок Денисова-Уральского, посвященных ему одному из его юбилеев, я вместе с работами Денисова показала и работу Слюсарева. Вы знаете, она практически ничем не отличалась от работы этого значительного художника. Слюсарев как бы делит картину пополам, вертикально. В левой части живой еще лес, стоящий, борющийся, в зеленой хвое, а направо уже царствует огонь, уничтожение и смерть. Стелится черный дым, сквозь который просвечивают языки пламени. Ничего уже не видно. И, кажется, вот прислушайтесь и услышишь это потрескивание горящих деревьев, созвучное, наверное, со стоном умирающего человека. Противопоставление жизни и смерти, противопоставление величия живой природы и трагедии умирающей природы. Глобальные проблемы ставит художник даже в самых маленьких своих произведениях. В 20-е и 30-е годы Слюсарев создал наиболее значительные свои работы. Он много путешествовал по Уралу, участвовал в местных и столичных выставках, преподавал, в том числе и в вузах. Он был заместителем председателя Свердловского отделения Ассоциации художников революционной России. Конечно, ему приходилось отступать от любимой темы природы. Но посмотрите, как при этом, отступая от своего любимого пейзажа, становясь, по сути, репортером, хроникером события, он создает шедевр. Работой, которая резко выделяется из всех тех, которые представлены на выставке, является открытие торжественного трамвайного парка 7 ноября 1929 года. Это полотно решено в лучших традициях социалистического реализма. Но так было принято говорить раньше. Немножко вернемся назад и поймем, наверное, что питало истоки творчества Слюсарева в то время. В 1918 году в Свердловске объявились многочисленные футуристы и авангардисты. И своим необыкновенным творчеством, необыкновенным построением работы и выбором объектов для творчества они повергли многих в шок. Но Слюсарев продолжал работать в своей сугубой реалистической манере. Но вдруг получил заказ. Торжественный городской заказ, который должен был выполнить в короткие сроки. Причем писал он это событие с натуры. С крыши здания, которое находилось как раз около трамвайного парка, расположенного на бывшей цыганской площади. Теперь улицы Шмидта, Фрунза. То есть та территория, где находится сейчас южное трамвайное депо. То есть и место существует, и событие это происходило. Но как оно происходило, запечатлевает Слюсарев на своей работе. Сзади красное кольцо трамваев, движущихся по рельсам. И это же плавное кольцо повторяется в кольце человеческих фигур, тоже движущихся на этой площади, рассматривающие диковинные трамваи и радующихся всем этому событию. Еще один композиционный проем, который применяет Слюсарев. Слева мы видим арку с треугольным завершением, украшенную многочисленными флажками и лампочками. А в правом углу это треугольное завершение трамвайных доков. Таким образом, вот это треугольное композиционное построение находит свое продолжение тоже в правом углу картины. И превалирует, конечно, красный цвет, что было необходимо в то время. Красный цвет, революционный цвет и 7 ноября праздник столь ярко отмечаемый в то время. Праздничное зрелище прежде всего. Зрелище, но не подробное описание каких-то деталей. Пожалуй, я бы назвала главным действующим лицом этой картины те трамваи, которые находятся на заднем плане. Они особенно ярко выделяются на этой работе и сразу привлекают внимание. Вы только вдумайтесь, в 29-м году пошел по нашему городу первый трамвай. Открылся первый трамвайный парк. И сейчас мы привыкли к этому зрелищу. Существуют и автобусы, и троллейбусы, и метро. Но трамвай всегда остается традиционным и несколько ностальгическим способом передвижения в нашем городе. Его притягивал к себе интерьер. Возможно, некой тайной жизни, некой истории этих стен. Интерьер он писал так, что это были не просто предметы, не просто помещения. Здесь, между строк, прочитывалось присутствие некой жизни. Его привлекали старые соборы, архитектурные постройки, куда можно было заглянуть сквозь открывшуюся дверь и проникнуть в полумрак, освещенный горящими свечами. И вот именно это, градации света и цвета, света и тени, полумрак и яркий свет привлекали Слюсарева множеством разнообразных оттенков и рефлексов. которые он передавал на своих произведениях. Это интерьер собора в Далматовском монастыре. Это горящий подсвечник со свечами, запечатлевший интерьер церкви из серии «Древняя Русь». И множество других произведений, где мы тоже увидим источник освещения. Но этот источник освещения уже будет заключен не в интерьер, а в природу. Вот это самое главное, что приходит к Слюсареву с течением времени, с пониманием жизни природы, с пониманием ощущения не присутствия человека, реального на картине, он редко это делает, а незримого присутствия человеческого существа на одной из своих работ. Вводя источник освещения в пейзаж, Слюсарев думает о том, как совместить два жанра. Жанр интерьера с бытовыми предметами и любимый им пейзаж. Окутанное вьющимся плющом, вьюнком окно тепло светится в вечерней полумгле. И звучит отчетливо мысль художника о том, что несмотря на пасмурный вечер, несмотря на надвигающуюся ночь, где-то все равно теплится огонек жизни, теплый, добрый огонь домашнего очага. И таким же огнем домашнего очага является вот эта зеленая лампа, тоже окруженная пейзажем. Она высвечена Слюсаревым, как бы выхвачена из пространства, но, однако, очень тесно смыкающаяся с теми ветвями и деревьями, и кустами, которые ее окружают. Чувствуется незримое присутствие человека, то, что ощущается всегда в работах Ивана Кирилловича. Конечно, он предпочитал холст и масло, которая давала, эта техника давала множество цветовых эффектов, позволяла очень четко градуировать цвет. Но еще он любил и темперу. Надо подчеркнуть, что Иван Кириллович был удивительным любителем этюдов. На этюды он выезжал когда угодно и как угодно. Он писал о весенний снег, и осень, и зиму. И удивительно тонко и точно схватывал вот это состояние мимолетности изменений, происходящих в природе. И именно темпера, легко ложащаяся на лист, давала ему эти возможности. Здесь у нас представлен и Вицеликамска, удивительного города с архитектурой, напоминающей архитектуру Москвы 17 века. Но я бы даже назвала это Уральской Москвой 17 века. Удивительные архитектурные культовые сооружения, Троицкий собор, который запечатлел Иван Кириллович, и множество других церквей, соборов и дом воеводы первое, здание некультовое, которое было построено в Соликамске в то время. Его привлекают и старые города, и старые интерьеры, и, конечно, родная природа. И темпера позволяет ему выразить все те чувства, которые бушуют, бурлят в его душе, и не дает ему покоя, спокойно жить и находиться в бездействии. Своеобразную точку в этом путешествии по выставке произведений Ивана Кирилловича представит портрет Слюсарева работы художника Сергея Константиновича Цюмбилова, выразившего суть характера Слюсарева. Это человек, который целиком и полностью отдан своему делу, которому он верно служил всю свою жизнь. Иван Кириллович под конец тяжело заболел и все время спрашивал у врачей, долго ли мне лежать? Мне нельзя долго лежать, мне надо на этюды ехать, первый снег писать. Но первого снега ему так и не довелось написать. В 1962 году Иван Кириллович скончался. Но, как вы видите, по тому внимательному интересу, который оказывают зрители этой выставки, по тому большому количеству работ, которое здесь представлено, художник не забыт. Его имя стоит рядом с именами Туржанского, Денисова-Уральского и Корзухина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...